Вот идешь, я бы, допустим, с такими простыми бы худунками не смогла бы. Вера Михайловна Оловянникова перенесла инсульт. Ходить самостоятельно женщина не могла и обратилась в Центр доверия на Мокрова. Здесь узнала, что есть пункт проката техники. И вот приобрела такие худунки, очень удобные. Раньше я вообще с дома не выходила. А благодаря им я теперь дохожу до ближайшего магазина. И прогуливаюсь по улице немножко. Ходунки и костыли на прокат в Центре доверия выдают уже три года. Благодаря фонду «Старость в радость». Здесь есть кресло-коляски, противопролежневые матрасы, скользящие простыни и опоры под спину. Также у нас имеются такие вот пояса. Это помогает ухаживающему человеку ухаживать за поднимать лежачего больного. Дальше у нас есть различные трости, костыли. Большой спрос на кресло-коляски и многофункциональные кровати. Гражданин, кто нуждается в том или ином техническом средстве реабилитации, он обращается непосредственно в комплексный Центр доверия. Приносит нам такие документы. Это паспорт, СНИЛС, справка МСЭ, о наличии инвалидности. Также индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. В ней должно быть прописано, что данный гражданин действительно нуждается в том или ином техническом средстве реабилитации. Если же этого не прописано, то тогда достаточно медицинского заключения. Средства бесплатные. Договор с нуждающимися заключают на год. Татьяна Викторовна Сухинина не нарадуется трости с подлокотником, которую взяла на прокат в доверии. После инсульта сразу я пользовалась ходунками. Тоже, конечно, очень удобная вещь такая. Но затем постепенно я стала уже вставать, ходить. И вот теперь пользуюсь таким хорошим средством поддержки, удобной косты с подлокотником. В Центре доверия знают, как важно для каждого человека сохранить здоровье и активность. В группах дневного пребывания для людей в возрасте здесь всегда занятие физкультурой. Некоторым после них уже никакие трости не нужны. Мария Латышева, Жоргал Целиндашиев. Новости дня.